Об этом событии сохранилось очень мало достоверной информации. В сентябре 1982 года в Москве была совершена попытка задержания одного из первых лиц государства, председателя КГБ СССР Юрия Андропова. Это произошло в тот момент, когда его автомобиль скрытно двигался с Лубянки на явочную квартиру в Замоскворечье. Вы арестованы. Приказываю выйти из машины. В противном случае открываем огонь. Юрий Владимирович, выходите из машины. Вы арестованы. Погоня на московских улицах стала кульминацией многолетнего противостояния между председателем КГБ СССР Юрием Андроповым и министром внутренних дел Николаем Щелоковым. Противостояние было запрограммировано, потому что один возглавлял криминальную полицию, другой – политическую полицию. В тайной борьбе за власть председателю КГБ Юрию Андропову могла помочь любая компрометирующая информация против Щелокова. Андропов издает секретный приказ – собирать досье на работников милиции. Впервые в советской истории министр внутренних дел страны был обвинен в коррупции. КГБ Юрия Андропов Светка! Светка! Ты что это тут у меня делаешь, а? А, еще на счастье четыре листочка. На счастье? А ты у меня разве несчастливая? Ты разве несчастливая? Ты у меня самая счастливая, что я буду на свете! К столу, Николай Анисимович! Светочка, к столу! Я жду вас! Идем, идем, Виктория Петровна! Спасибо! Спасибо! Спасибо, дорогая! Да-да! На чем же я остановился? Ага! Моя мать, значит, обходит мой дом. Ну, всюду, значит, антихвариат, картины всякие, люстры чешские, ну, народ придумывает. Ну, вот мама и спрашивает, Ленечка, а шо ж ты будешь делать, если коммунисты опять придут к власти? К власти! Шо ж ты, Ленечка, будешь делать? А шо я буду делать? Борщ буду кушать. О! Правильно, дорогой. М-м-м! Сметанка. А! Отменный борщ! Отменный! Позвольте, позвольте мне сказать тост. За главную хозяйку нашей страны! За тебя, Виктор Петровна! Да какая я главная! У тебя у самого Светочка готовит отменно, а? Правда? И умница, и красавица. Борщ, Виктория Петровна, просто произведение искусства, да? Да, вкусно. Что вы? На самом деле, главное произведение искусства, это, Ленечка, я тебе сегодня сюда привез. Да. Жалко вот только, Юрий Владимирович не смог приехать. Борща, так сказать, отведать, да. Даже ему ничего нельзя никогда. Ну, с его-то диетами. Лекуся. Да. А укропчик-то-то забыла. А укропчик-то. Возьми, дорогой. Светочка, а что за кино-то? Про любовь? А? Ну, иди. Показывай. Ну, чего там у вас? Небось, неприличное? Да, не то слово. Стали вещи пропадать некоторые на даче у Николая Несича. И мы поставили видеонаблюдение. А всю территорию прапорщики охраняли. Ну, комитет госбезопасности, 9-го управления. Вот охранник там. Смотрим. В один карман там сует. В другой. Вот, Рынечка. Что-то, что это? Это один из охранников моей дачи. Повар. Заметил неладное. Ну, вдруг стал активно исчезать алкоголь на кухне. Как выяснилось, он любил не только заграничный напиток, виски, но и любые другие там секреты и документы. А может, шпион? Нет, Виктор Петровна, не шпион. Мы проследили. И выяснили, что всю информацию он сливает. Ну, Лубянку. Странно. Сам не пьет. А набрал алкашей. Пойду. Позвоню Юре. Надо ему сказать, чтобы следил за своими кадрами. А может, он и не в курсе. Все нормально. Все так. Напряженные отношения между председателем КГБ СССР и Николаем Щелоковым начались с момента его назначения на должность министра внутренних дел. Мне кажется, только один Андропов его ненавидит. И завидовал. Карьере Щелокова действительно можно было позавидовать. С Леонидом Брежневым он познакомился еще до войны, и это определило его дальнейшую судьбу. Его успех объяснялся не только близостью к семье главы государства. Именно при Николае Щелокове министерство внутренних дел приобрело небывалый общественный авторитет. Щелоков занял это кресло через 13 лет после смерти Берии. Еще дух МКВД витал в этих кабинетах. Это была такая замкнутая, мрачноватая структура. За два века существования МВД, самые крупные преобразования происходили именно при Щелокове. С подачи Щелокова советское государство начало заниматься созданием положительного образа милиции. Благодаря министру внутренних дел появились такие фильмы, как «Следствие ведут знатоки» и «Место встречи изменить нельзя». Олег, можете идти домой. Успокойте вашу маму. Да и скажите ей, что истинный виновник происшествия найден. Наша служба и опасны и трудна, И на первый взгляд как будто не видна. Для председателя КГБ Юрия Андропова активная работа над собственным имиджем в Министерстве внутренних дел стала серьезным вызовом. Значит, с ними нам вести незримый... Вась, ну хватит, прижми звук. На чем мы остановились? Здесь материалы дела. У нас Семенова, Юлиана Семеновича. А зачем мне дело? Мне нужна книга писателя Семенова о легендарном русском разведчике. Но он сейчас под следствием. Он убил человека. Он убил егеря на охоте. Это случается часто. Для творческих людей, насколько я знаю, драматическая ситуация и очень плодотворна. Так что позаботьтесь, чтобы его поскорее освободили. Нам нужен советский Джеймс Бонд. Ну не Бонд, конечно. Вась, Как твоя фамилия? Исаков. Нет, Исаков это не то. Исаев. Исаев. Вот прекрасные фамилии для советского разведчика. Да смотришь в этот телевизор и видишь на посту одних милиционеров. Дурит советский народ. Да, Леонид Ильич. Да. По факту, который вам доложил генерал Щелоков, я разберусь сам. Виновные будут наказаны. Конечно, Леонид Ильич, больше этого не повторится. Вася. Тебя когда завербовали наши легендарные милиционеры? Два месяца тому. Присматриваются. Смотри, на что-то затянулись. Пора тебе поближе подбираться к генералу Щелокову. Найди повод. Пошел искать? Иди. Клоун. Противостояние между Андроповым и Щелоковым началось еще в начале 70-х. Они получили свои государственные посты примерно в одно и то же время, как будто начали забег на одной дистанции. С этого момента их ведомства постоянно соревновались друг с другом. Николай Ильич нашел декрет Ленина об охране правительства. И там сказано, что помимо ГПУ правительство должно охранять и народные милиции. И в один прекрасный день пришли комитетчики в ЦК партии встали на свое место проверять там пропускаем и давать все. А за ними встали наши внутренние войска. Андропову, конечно, это не понравилось. Официальный статус у Андропова был выше. Он был членом политбюро ЦК КПСС. Однако личная близость Щелокова к Брежневу вполне это компенсировала. Андропов, учитывая то, что Щелоков с его точки зрения слишком близок к Брежневу, старался все время поработать локтями и Щелокова как-то оттокнуть. Со временем КГБ и МВД начали заниматься активным поиском компромата друг против друга. Так вот что нам нравится слушать, да? Как министр МВД со своей женой Любовью занимается. Вы же сами, товарищ майор, приказали слушать все. Ладно, Валёна, не тушуйся. Это еще что? Тут недавно алжирского посла привезли с охоты. Так у него от медвежатины расстройство желудка приключилось. Твоя коллега всю ночь чудеса метеоризма расшифровывала. партию мерседесу прислал в рамках, так сказать, делового сотрудничества СССР-ФРГ. Коля, не курит. Не извини, Святой, не буду. Так вот, я думаю, один сыну подарить, один тебе, в рай, так сказать, ну, семейного паритета. Как ты на это смотришь? Ой, лихой ты у меня парень. Не боишься ты так с казенным-то имуществом? Светочка, ну, сколько можно с волками? Да, говорят, зажечь. Я вот скажу, Надя, что-то у меня еще в Кишиневе один разговор случился. Представляешь, прибегает ко мне как-то один из моих помощников. Пашка-перевозник. Сейчас он начальник УБХСС, а тогда совсем неотесный был. Ай, Николай Нищ, Николай Нищ, у нас ЧП, ЧП. Что такое, говорю, Паша, какое ЧП? Да вот, наши республиканские снабженцы в Москву продовольственные взятки с чемоданами водят. Говорю, наивный человек ты, Паша. Я сам когда в Москву еду, эти подарки вагоном везу. А в вагоне у меня снабженцы сидят и эти подарки сортируют. Кому в ГОСНАП, кому в Госплан, кому в Совет Министров. Вот. Самый дорогой подарочек. Мои светулечки любимые. Боюсь я, Коля. Света, все, 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 все. Что такое? Система? Надо бы это понимать. Или ты человек системы, Света? Или эта система тебя? Развитого социализма, Светик, во всей стране сразу не построишь. Только в отдельных ее областях. в политбюро, например. Сама все понимаешь. И вожди наши понимают. Давно уже поняли. Так и живут. Ну, ладно, хватит об этом и руке говорить. У вас сейчас молоко убежит. От нас Ковалева. никто не убежит. А про Мерседесы отдельной сводкой. Поняла? Информация об Олимпийских Мерседесах помогла сотрудникам КГБ подобраться к могущественному министру внутренних дел. Николай Щелоков ждал неприятный сюрприз. Я сам когда в Москву еду эти подарки вагоном без вагоне у меня снабженцы сидят и эти подарки сортируют кому в госнаб, кому в госплан, кому в совет министров. Вот. Самый дорогой подарочек моей светулечки любимой. моей Что-нибудь еще существенное на записи есть? Есть, Николай Анисимович. Про Мерседесы, которые вы для родни придержали. Ты твою мать. Дурак старый. Перед женой хвост распустил. Они голубые мундиры. Вон они тут как тут. министра МВД им послушать охота. Мерседесы, между прочим, эти, для дела нужны. Николай Анисимович. Да, да и перед достранцами еще позориться будем. Николай Анисимович, ваша машина на предмет прослушки проверена. Все чисто. 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 А раньше куда смотрел? Чисто у него. Отмывайся теперь с этим Мерседесы. Разрешите, товарищ генерал. Что еще? Если позволите, есть идея. В один прекрасный день Олимпийский Мерседес в качестве подарка оказался в личном гараже Леонида Ильича Брежнева, большого любителя и коллекционера элитных автомобилей. После этого судьбой других машин никто уже не интересовался. А какова все-таки судьба вот этих Мерседесов, которые по договору между СССР и немецкой фирмой после Олимпиады оставались в СССР. Они принадлежали частным лицам. На одном ездил замминистр какой-то, на другом заслуженный летчик. Андропов понимал, что несколько Мерседесов могут лишь подпортить репутацию Николая Щелокова. Для того, чтобы снять его с должности, нужны более веские обвинения. Еще одним источником для получения компромата могла послужить страсть Николая Щелокова к антиквариату и живописи. Он через свою агентуру получал наводку на квартиру, где был антиквариат или картины какие-то очень дорогие. Тут наводились воры и, как правило, брали какого-то несовершеннолетнего. Тот в квартиру проникал, забирал какую-то мелочевку, затем выносилась картина, которая шла к Николаю Анисимовичу еще какой-то антиквариат, а этот же Иванов со-товарищи раскрывали это преступление и этих малолеток, которые склонили к краже и отправляли места не столь отдаленные. Иванов, что стоишь? Давай помогай! за эти шедевры мало не дадут. Ты чего такое говоришь, гнида? Ты что же думаешь, их кто-то загонять собрался? ты вообще соображаешь, с кем ты разговариваешь? Виноват, товарищ подполковник, виноват. Я что говорю, преступникам-то за эти картины наверняка по 10 лет накинут. Насидятся за это добро. Ладно, лейтенант, можешь быть свободен. Благодарю за службу, я сам доставлю картины по месту назначения. Слушаюсь. Все, все, все. Алло, Беркут? Привет, красавица. Это пересмешник, не узнала? Информация по делу родня. Две картины из Саврасова, одна Шишкина, какие назвать не могу, а вот Кустодиевскую купчиху узнал. В школе проходили. Ну все, отбой, до связи. Компромат, собранный в КГБ СССР на Щелоково, уже составлял целое дело, которое получило кодовое название родня. Чтобы положить на стол Брежневу досье против министра внутренних дел, Андропову нужен был только повод. И этот повод настал. конфликт обострился в начале 70-х, когда Брежнев уже был дряхл, и все его окружение очень внимательно присматривало, как бы кто не пробился к нему и не пробил какое-то решение. все тогдашние конфликты они приобретали такую остроту, в частности известный случай на Ждановское убийство чекистами, милиционерами. Та-да-да-да-да-дам-там-там-там-там. Что тут у нас? Так, сладенькое для девочек. О, это другое дело. Сержант, сержант, что так работает? Сейчас я тебе покажу, как надо. Вот, как ты бьешь? Как обычно. Как обычно. А как обычно не надо. Надо аккуратно. Хилить книжечку, чтоб следов не оставалось. Николай! А, есть у тебя книжечки? Книжки нет, товарищ лейтенант. Есть газета. Давай. Вот, правда. 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 Почитаешь нам весь из полей, а? Внимательно. Что у нас там про правду написано? Это читалось. Один из основных участников убийства Лобанов. человек, который был хроническим алкоголиком. За пять лет до этого одного из задержанных убил у себя на квартире. Но я дальше не хочу даже комментировать. Был на доске почета, награжден за выслугу лет. Молодец. Мужики. Начитанный. Мужики. Он и правда КГБшник. Не соврал. Гена. А ты кого нам привел? А? Зачем уж там-то? Я с этими гадами давно посчитаться хотел. Они моего деда в тридцать седьмом расстреляли. Я ему продразверстку устрою. Мало не покажется. Ген. Ген, какая продразверстка? Ты что, спятил? Лесы, я свою норму знаю. Что же нам теперь делать-то, а? Ты что, инструктаж не слышал? Кто на милиции попрет, тот от нее и поврет. Все, кончить его надо. Сдаст. Убийство на Ждановской стало катализатором конфликта между КГБ и МВД. За этим всем стоял Николай Несеменович Щелоков, который всегда пытался убедить, что у нас милиция непорочная, дева, там нет никаких проблем. Вот эта бесконечная ложь и желание пригладить действительницу, она привела к трагедии, которую мы пожинаем и сегодня. С первых дней расследование убийства на Ждановской находилось на личном контроле как Андропова, так и Щелокова. Резонанс от этого дела приобрел невероятные масштабы. Благодаря умело спланированной кампании в газетах о нем узнала вся страна. Кольцо вокруг Щелокова сжималось. Так. Здравствуйте, Николай Анисимович. Вот решил по-соседски навестить вас. Вы не против? Что вы, Юрий Владимирович, наоборот, я очень рад. Пожалуйста, пожалуйста, проходите. Благодарю. Юрий Владимирович, в таком случае можно чаю? Да нет, спасибо. Ну, милости прошу. Ну, вы не думайте, что я отказываюсь, потому что в доме врага есть не положено. Мы ведь с вами, мы ведь с вами не враги, Николай Анисимович. По крайней мере, я вас не считаю своим врагом, товарищ генерал армии. Я очень рад от вас это слышать, товарищ генерал армии. Прошу, Юрий. Благодарю. Юрий Владимирович, а может быть, все-таки чаю? Да вот странно, мы с вами оба генерала армии. Живем в одном доме, а в гости друг к другу не ходим. спрашивается, почему? А, действительно. Вы позволите? Да. Петр Первый. Хорошая книга. А вы знаете, что ее заказал Сталин? О, неужели? Да, это вполне очевидно. Жизньописания Петра очень похожа. Особенно тут одно место знаменательное, когда он раздает привилегии своим вассалам. Как вы думаете, почему? Ну, очевидно для того, чтобы они, так сказать, лучше работали. Вы правда так думаете? А я думаю, чтобы легче было рубить головы, когда они проштрафятся. Провожать меня не надо, я и сам дверь захлопну. Намек Андропова на щекотливую тему привилегий, которыми он сам демонстративно не пользовался, означал только одно. Открытое объявление войны. Головы, говоришь, рубить. Спасти Щелокова в такой ситуации мог только неожиданный конт труда. Не стоило тебе так наряжаться ко мне в больницу. Ты так у меня всех медсестричек отобьешь. А шо? Леонид Ильич, доктор просил вас, пока не засыпать. Через полчаса будет процедура. Да, тут заснешь, он, посмотри, моего конь ко мне прискакал при орденах. Ступай, ступай, а то он перед тобой сейчас горцевать начнет, всю палату разнесет. Присядь, Коля, присядь. Шо ты? Ну шо? Шо у тебя? Ну шо? Лень, ты только не волнуйся, тебе нельзя. Лень, это заговор. Ну и начинай ты мне опять про Андропова рассказывать. У тебя доказательства есть? Доказательства нет. Ну вот видишь, а если бы даже были доказательства, что бы я мог сделать? Шо? Ленечка, доказательств пока нет. Но не будут, клянусь тебе, дай мне только 24 часа, и я представлю тебе доказательства. Ленечка, подпиши санкцию на его арест. Об остальном я позабочусь. На какой арест? На кого? Кого арест? Позови врача. Ленечка, тебе плохо, Леня? Это тебе, Коля. Врач нужен, чтоб выписал тебе порошки. Во, вот хорошие, например. Лен, ну при чем здесь эти порошки? Лен, если мы его сейчас не арестуем, будет поздно. Ну это уже неприкрытая война, Леня. Шо я скажу в ЦК? Шо я скажу в ЦК? Ну подожди. Ну подожди. Соберешь досье, факты, документы, ну... Ленечка, времени нет, ты понимаешь? Леня, клянусь, я не знаю, какую участь они тебе там уготовили, но... Ну ты ведь, Ленечка, не только о себе должен думать. Он за тобой страна, Леня! Страна за тобой! Да, Коля, это правда. Я тебе скажу, мы с тобой друзья. Мы с тобой... что-то пойдет не так, я тебя прикрыть уже не смогу. В распоряжении Щелокова находилось специальное подразделение МВД. Официально оно было создано для обеспечения безопасности во время проведения Московской Олимпиады. Его бойцы могли проводить операции по освобождению заложников и были готовы вступить в действие по особой команде при особых обстоятельствах. И вот такой случай настал. Юрий Владимирович, выходите из машины! Вы арестованы! Не понял. Здрасте. Не дергайся. Сокол в центру. Сокол в центру. Засада в кольце. Потерь нет. Как свидетельствуют некоторые источники, попытка временного задержания Андропова закончилась полным провалом. Это произошло благодаря агенту, внедренному в ближайшее окружение Щелокова. Попытка дворцового переворота провалилась. Так, как смеете? Меня вызывали. Леонид Ильич просил. Здравствуйте, Николай Анисимович. К сожалению, никого больше Леонид Ильич сегодня принимать не будет. отдыхают. Да, я понимаю. Я все понимаю. Погодите. Что значит никого больше? Кто-то уже приходил? Андропов? Извините, товарищ генерал армии. Я неуполномочен давать такую информацию. Ясно. Неуполномочен. Через месяц после кончины Брежнева Щелоков был снят с поста министра МВД. На его место Андропов назначил своего человека. Поставленная новому министру задача была предельно проста. Вычистить даже дух Щелокова из министерства. Память о Щелокове уничтожалась. Скажем, в Центральном музее МВД изымали все сувениры, которые он дарил, там, картины, ценности. Стирали с мраморных и металлических поверхностей посвящение от Щелокова тому-то. Это была вообще дикая вещь. Там в музее сложили костер, где жгли фотографии, там, я не знаю, все документы связанные со Щелоковым. Новый министр уволил больше 130 тысяч сотрудников милиции. Ликвидировал некоторые службы, созданные Щелоковым. по борьбе с организованной преступностью, по профилактике правонарушений и другие. О Щелокове начали распространять самые невероятные слухи. Бывший министр внутренних дел был вынужден оставить две занимаемые им госдачи и переехать в Серебряный Бор в дом поскромнее. Коленька, я теперь дома и говорить-то боюсь. Они все слышат, каждое слово теперь записывают. Свет, ты бы не сидела дома. Сходи, вон, куда-нибудь развись. Кому? Куда? С кем? Эта интеллигенция от меня шарахается, как от прокаженных. Друзей арестовали, Галочка Брежнева под домашним арестом. Да ладно, под каким арестом? Бьет она, твоя Галочка. Вот, и все. Счастливая. А я вот не могу. Запил и забыл. Так. Что все это значит? Что происходит, мать вашу? Что здесь происходит? О, Николай Анисимович, а мы уже почти закончили. Вот, ордер на обыск. Подпишите, пожалуйста, акт об изъятии картин. Ты? Я, товарищ генерал армии. Разрешите представиться. Подполковник КГБ Василий Исаков. Ты, сучонок! Спасибо! Я просил вас подписать акт, Николай Анисимович. приятно было поработать. О, моя красавица! Снова встретились. Ну, надо же, как в сказке. Ударился генерал лозень и превратился в кусок дерьма. Удивительно! Суфот! Света, Светка. Света, Света. Материалы по делу родня были переданы СКГБ в главную военную прокуратуру СССР. Следствия уже не могли остановить ни смерть жены Щелокова, ни лишение его всех должностей и званий. В то же время открытый судебный процесс над Щелоковым мог испортить репутацию всей государственной системы. Живым он оказался никому неудобен. Вокруг Щелокова начали искусственно создавать стену изоляции. Все время оттягивали его арест. Вот еще повремените, еще подождите. Но вы понимаете, что в следствии так не бывает. Все делай, чтобы Щелоков не был арестован. Примерно через год после гибели жены в его разоренном доме раздался телефонный звонок. Сотрудница наградного отдела ЦК потребовала вернуть все награды, включая фронтовые. Николай Щелоков надел на исподнее парадный мундир, зарядил картечью охотничье ружье. Его предсмертная записка заканчивалась словами. «С мертвых ордена не снимают». «С мертвых ордена не снимают». С мертвых ордена не снимают. Продолжение следует...